Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Ливер Фазлива. И сегодня мы расскажем, что в автомобиле на улице Губкина прохожие обнаружили тело мужчины, гибели 20-летнего рабочего в Черемшанском районе и ряде смертельных аварий на трассах республики. А также обгрузовик разбил машину, а ложь – чувство. А ты что, все еще спишь, я говорю, да? Я тут это, на твоей машине врезался. Мужчина, с которым женщина пыталась построить отношения, угнал ее автомобиль. Это и не только. Прямо сейчас. Бездыханное тело мужчины обнаружили прохожие на улице Губкина в Казани. Он лежал в разбитом автомобиле, который сверху был покрыт ковролином. По рассказам местных жителей, мужчине было около 60 лет, звали Федором. Определенного места жительства у него не было. В заброшенной ладе он поселился летом. Жители окрестных домов отзываются о нем как о спокойном, вежливом и чистоплотном человеке. Он старался за собой ухаживать и даже брился каждый день. Ему старались помогать по мере возможности и кормили. Рассказывают, мужчина исчез буквально пару дней назад. Они считают, что он просто замерз, и это стало причиной его смерти. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу, которая установит точную причину гибели. Прокуратура организовала проверку по факту трагедии на производстве. В Черемшанском районе 20-летний рабочий погиб во время бетонирования площадки. Его руку затянуло в механизм грунтосмесителя. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сразу несколько смертельных аварий произошло в Татарстане за сутки. К трагедиям могли привести метель, гололед, снежная каша и неосторожность водителей. В Тукаевском районе погиб 36-летний пассажир иномарки. Как установили автоинспекторы, 39-летний водитель Рено не учел погодные условия и на высокой скорости врезался в опору освещения. После чего легковушку отбросило на грузовик. Иномарка превратилась в груду искореженного металла. Пассажир скончался до приезда медиков. Водителя госпитализировали. В Кукмарском районе 56-летний пешеход скончался под колесами грузовика «Шахман». Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток и без свет возвращающих элементов. У водителя фуры просто не было возможности заметить человека на проезжей части. А в Лениногорском районе 37-летний водитель «Фольксвагена» выехал на обгон там, где делать этого нельзя. И лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем «Хюндай». 51-летний водитель последнего от полученных травм скончался на месте. Предполагаемый виновник отделался травмами. Все обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы и следователи. Дом, гараж и три автомобиля сгорели в казанском поселке Салмачи. Клубы черного дыма были видны даже из отдаленных районов города. Пламя разгорелось около 7 часов утра. Дома в этот момент были муж с женой и маленький ребенок. Из полыхающего строения они выбрались самостоятельно. Через час пожарным удалось добиться локализации огня. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Люди в огне не пострадали. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации и монтажа электрооборудования. Разбитыми чувствами и автомобилем обернулось желание жительницы Казани наладить личную жизнь и построить отношения с понравившимся мужчиной. Все было прекрасно примерно месяц до того вечера, когда, очнувшись от дремы перед телевизором, она не застала возлюбленного дома. Вместе с ним, без согласия хозяйки, исчезла и ее машина. Что разбилось первым – чувство или машина, она сказать не может. Део Матис нашли на улице Челюскина. Он торчал из-под припаркованного грузовика. Мужчину до сих пор ищут. А ты что, все еще спишь, я говорю, да? Я тут это, на твоей машине врезался. В тот момент вместе с машиной разбились и ее чувства. Женщина рассказывает, с 36-летним мужчиной познакомились месяц назад. Решили, что все может перерасти в нечто большее. И решили не сопротивляться судьбе. Мы пытались начать отношения. То бишь мы виделись, созванивались, встречались. Но совместного там життя, бытия и быта у нас не было. Ну, как бы мы еще очень мало знакомы. И, наверное, Бог, может быть, отвел. Мужчина жил отдельно, снимал квартиру. В этот день у нее был выходной. И возлюбленные провели его вместе. Мы поехали, ему там спецодежду купили по работе. Съездили, то есть там по его делам, по моим делам. Приехали. Вот я говорю, приехали, потому что с голодухи. Я говорю, давай, что-нибудь надо будет там порганить. Рассказывает, пока она готовила, он выпивал. Ну, вот при мне он выпил, наверное, в банке, в бутылке 4 пива. Она задремала перед телевизором и проснулась только от телефонного звонка с признанием об аварии. Причем, где находится разбитая машина, он сказал не сразу. Ну, вот он мне, получается, не говорил, не говорил, не говорил. Я ему вот звонила, звонила, он скидывал, скидывал. Потом я говорю, Денис, говорю. Либо ты сейчас говоришь, где ты, говорю, где у меня машина. Либо я сейчас буду, говорю, уже в милицию звонить. И вот он тогда сказал, что ближайшая заправка от твоего дома, машина там. Ну, то бишь, он уже сказал, что машина тут. Значит, его же здесь уже не было на этот момент, когда он это говорил. В полицию она все же позвонила, когда увидела свой автомобиль и написала заявление об угоне. Рассказала, что знала о человеке, с кем пыталась построить отношения. Оказалось, знает не все. И тот, и все же всего слов. То есть, как выяснилось, он оказывается, вот был судимый, а я не знала об этом. Вместе своему знакомому она не хочет. Желает только, чтобы автомобиль был в таком же состоянии, как и до их знакомства. Не знаю, что у него там в голове замкнуло. На данный момент, я не знаю, как там, что будет, до чего это все дойдет. Мне надо, чтобы моя машина была восстановлена и на ходу. Даже если они придут к согласию и примирению, и претензий к мужчине у женщины не будет, то ему все равно придется ответить, как минимум, за езду без полиса ОСАГО и оставление места ДТП. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, Вызов 112. Признаки наркотического опьянения обнаружили автоинспекторы. У 29-летнего водителя «Лады» 14-й модели, остановленной для проверки документов на улице Пушкина в Казани. Вскоре выяснилось, что молодой человек не самый примерный водитель. Его уже два раза лишали прав за езду в нетрезвом виде. И еще один материал за то же самое нарушение находится сейчас в производстве. Он считал, что это просто желание потрепать ему нервы у автоинспекторов. Основания отстранить его от управления автомобилем были весомее. Заподозрили, что в таком состоянии водить нельзя. С признаками наркотического опьянения. Когда предлагали ему пройти экспресс-тест на наличие спиртного в организме, понимали, что алкотестер покажет ноль. Но такова процедура перед медицинским освидетельствованием. После этого водителю предложили проехать в больницу. Там возможно выявить наличие в организме не только алкоголя, но и запрещенных веществ. На освидетельствование состояния опьянения. Согласны? Да. Проехать тоже согласен. Мужчина рассказал, скрывать ему нечего и готов сдать анализы. Как делал это уже не раз. Водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Его уже лишали. Ну, за алкоголь было в два раза. Давно? А, два раза? Ну, да. Срок лишения закончился в этом году. Права восстановил. Но в начале октября у него вновь обнаружили признаки опьянения. И направили на освидетельствование. Ну, так же вот продувал просто. По нолям показал? Да. Ну, там ноль. Ноль, девять промиллей. Сказал, ноль, ноль, девять точнее. Административное дело по тому случаю все еще находится в производстве. И если в этот раз исследование обнаружит наличие запрещенных веществ, то мужчине будет грозить уже уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде. Результаты приходят через несколько дней после сдачи анализов. Алия Харудинова, Дарья Кореева, вызов 112. Завтра в Казани завершается второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она стартовала с 16 октября. Все это время правоохранители получали от жителей информацию о фактах оборота наркотиков и проводили профилактические мероприятия. Сегодня они посетили студентов одного из институтов. Совместно с ними они раздавали прохожим листовки с номерами доверия и информации об акции. Таким образом, они привлекали внимание к проблемам незаконного оборота запрещенных веществ и их немедицинского потребления. Хочу, чтобы граждане Казани поддержали эту акцию во благо будущего наших детей. Цель акции – привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Поэтому, если вы владеете какой-либо информацией, связанной с наркотиками, просим вас сообщить на телефон доверия 291-2002. Звонок анонимный. До пяти лет лишения свободы грозит 22-летнему жителю Башкирии за хранение оружия. Его задержали автоинспекторы на въезде в набережные Челны. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Киа для проверки документов. Водитель-таксист рассказал, направлялся из Магнитогорска в Уфу. Пассажиром с ним ехал житель башкирского села Миловка. Когда правоохранители спросили у обоих, есть ли при них запрещенные предметы, парень стал заметно нервничать. Его решили досмотреть, и в полиэтиленовом пакете обнаружили два пистолета. Исследование показало, это были охлощенные пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвир Фазлиева. До встречи и не бросайте. Вызов судьбе вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова